здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала предлагаю вашему вниманию вот такой ролик назвал я его тайные общества или защитники россии на днях прочитал вот такую книгу сергей алексеева называется волчья хватка сейчас вам маленько прочитаю в чем смысл этой книги герой остросюжетного романа волчья хватка вячеслав ражный президент охотничного клуба бывший боец спецназа погран войск но все это всего лишь малая видимая простым смертным часть его бытия ражный вотчины аракс воин засадного полка созданного еще в 14 веке сергием радонежским в тяжелые для россии годы сергиевые ратники владеющие особым боевым искусством которое передается веками от отца к сыну приходят на помощь родине в мирное время они решают вопросы жизни и смерти между собой между собой ражный нас выстоявший в своем первом поединке готовится к новой схватке с братом араксом но куда опаснее будет столкновение с обычными людьми в современном мире где в волке больше человеческого чем в самом человеке вот значит вот такая книжка интересная очень вообще автор очень интересный подымает наш дух очень много пишет о русских о руси очень хороший автор смотрел его ролики на ю тубе довольно таки человек грамотный и я так полагаю знает о чем говорит о чем пишет значит набрал я вот на майле про засадный полк сергея радонежского нашел вот такую статью так пока искала материалы женщина пишет встретила этот пост лебедева с благодарностью забрала как раз в тему сергей радонежский основной риск открыть тайный арсенал засадного полка заключался не в высшем пилотаже обществом среди араксов и в какой-то степени ставшим достоянием людской мирской молвы пусть в виде легенд мифов и суеверий настоящий шок и последующее немедленное действие мог вызвать иной трюк весьма современный ибо новая неожиданная грань состояния правила была открыта случайно и всего около ста лет назад собранные в монастыри воины воспитана и посвященная в древние царских скифов араксов в древние тайны царских скифов араксов черное воинство тогда называн называемая просто иноческим войском было передано князю дмитрию из рук в руки и определено сергием радонежским как засадный полк откуда потом и возникло название тысяча засадников после поединка пересвета с челубеем стояли в привычном месте в дубраве куликовского урочища и ждали своего часа и когда он пробил вышли с мечами за сапожными ножами а то и просто в рукопашном бое решили исход битвы это был шок для противника когда один сергиев воин дрался с тремя-четырьмя десятками пеших и конных врагов и был неостановим ни саблей ни ударом копья ни пущенной стрелою значит читать вот тут много но я все это вам не буду это вы можете сами все прочитать кому интересно набрать вот так засадный полк Сергея Радонежского значит интересно ну так как я еще знаю одно такое тайное воинство поэтому проведем параллели и будем разбираться если у нас сейчас в России люди которые так или иначе борются за сохранность нашего государства или так все плохо как нам внушают либералы так называемая пятая колонна давайте вот еще посмотрим одну статью вот так она называется казаки характерники казаков характерников боялся сам черт в древние времена о сечевиках народ отзывался так казак запорожский самого черта обмануть может не гнушались бравые молодцы в противостоянии ворогу любое оружие использовать ходили целые легенды как казаки превращались в волков дурманили взор неприятелю ловили пули на лету такими знаниями и умения владели лишь избранные которых величали характерниками басурманы и ляхи в бою сторонились этих воинов называли их урус шайтанами боялись их как огня даже бывалые служаки казак характерник обладающий тайным знанием умел оборачиваться в животных моментально исчезать и появляться в разных местах заговаривать раны находить клады а ядра ловить полами своего кафтана сабля не рубить да пуля не берет ибо знает казак науку тайную шептались в народе малый отряд нарвавшись степи на превосходящее число неприятеля мог уйти невредимым благодаря умению казака характерника который возводил копьями импровизированную изгородь и внушением заставлял ляхов принять ее за рощу бывало соберутся шутники заморочники на горе по пляшу дурманющие заговоры почитают и начинают враги глотки друг другу резать вспомним хотя бы великого заморочника заморочника Ивана Багуна который благодаря своему умению ночью через весь польский лагерь провел целое казацкое войско да так провел что ни одна собака не залаяла другой умелец джерилевский сам изготавливал оружие да как изготавливал подлес выкупает ружье да говорит так что ни одна пуля пущенная из него в бою не минует противника вот значит такая есть есть значит вот такая статья везде описывается про характер у некоторых есть у меня ролики где я значит говорю что я потомственный донской казак говорил что знаю свои семь поколений вот оказывается для чего это все нужно почему у казаков так положено считалось что будущий характерник должен обладать профессиональной наследственностью и что при передаче ему силы идет от седьмого поколения а знать надо своих предков вплоть до девятого колена подготовка воина характерника начиналась с ритуального его зачатия где учитывалось благоприятное время место выбиралось место силы любовь между отцом и матерью мать должна быть до замужества девственницей и другие после рождения мальчика на третий день ребенок получал имя от родителей и в казачьем роду принимались за его воспитание с самых ранних лет все дети воспитывались в любви к изначальной вере богам предкам вот значит можете поинтересоваться о характерниках вот такой вот сайт фамильный сайт байда значит все таки на руси в россии существуют эти самые тайные общества есть люди которые которые сохранили свою веру которые сохранили свою преданность нашему государству россии которые стараются чтобы наше государство осталось чтобы его не завоевали чтобы мы не пропали сейчас я вам маленько вот значит это тех кто хочет чтобы наше государство осталось а давайте теперь же перейдем спустим спустимся на грешную землю и посмотрим кто на самом деле старается чтобы наше государство чтобы наше осталось а чтобы мы жили не завоеванные давайте значит посмотрим набрал я вот так вот в майле задал вот такой вопрос сколько восстановлено военных баз при путине вот что мне майл на это ответил сколько военных баз у сша в связи с саботажем указом президента предоставить ВВ Путину чрезвычайные полномочия эту статью мы сейчас откроем будем смотреть дальше Россия при Путине и после Ходорковский значит обсирает как обычно военный трибунал по разрушительной деятельности Путина Владимир Путин распорядился воссоздать военную базу Арктики в Арктике значит открываю вот так вот вот этот сайт про Арктику а мне открывается вот такая доступ оказывается мне заблокирован военную военную базу военную базу в Арктике окружена ли Россия американскими военными базами в России количество бедных при Путине увеличилось вдвое Путин и Медведев жиды так Владимир Владимирович Путин в Википедии новые военные базы за рубежом кстати тоже не открывается так ну ладно давайте же теперь посмотрим кто заботится о этом самом засадном полку о нашей силе о том чтобы мы оставались зубами чтобы у нас была настоящая волчья хватка вот посмотрите открыл вот такой сайт военные училища и кадетские корпуса России кадетские корпуса это имеются в виду военные казачьи корпуса вот это Ставропольский край Краснодар это все казачьи корпуса вот смотрите пожалуйста сколько их встало как наш президент восстанавливает наш засадный полк восстанавливает нашу обороноспособность кто заботится о нашем государстве вот посмотрите сколько их ужас сотня екатеринбург санкт-петербург московская область татарстан тверская ульяновская приморский край владикавказ санкт-петербург якутск это где санкт-петербург оренбург нижний санкт-петербург 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 Москва, Архангельск, Красноярский край, Каннск, Красноярский край, Железногорск, Красноярский, Ачинск, Москва, Москва, Владимирская область, Ростов-на-Дону, Ростовская область и так далее, и так далее, и так далее. Вот вам, видите, да, очень большое количество учащихся, очень большой готовится засадный полк. Так что, ребята, о нашем президенте. Думать можно всякое, слушать можно всякое, но сами вы должны для себя сделать выводы, посмотреть, сколько наш президент сделал для страны, какую он взял ее после Ельцина, и что у нас получилось. А вот, значит, я вам открываю вот этот сайт. Вот, уже и тут не удается. Еще раз попробуем. Так, вот, открыл, значит. В связи с саботажем указов президента предоставить ВВ Путину чрезвычайные полномочия. Россия находится в состоянии войны, а Россию пытаются урушить оружие и экономические санкции. Значит, вот, а вот, о чем я говорил, давайте посмотрим вместе, что он наделал. За 12 лет Путин увеличил бюджет России в 22 раза, военные расходы в 30 раз. ВВП в 12 раз Россия перепрыгнул с 36 места в мире по уровню ВВП на 6 место. Увеличил золотые резервные резервы в 48 раз. Вернул 256 месторождений полезных ископаемых в российскую юрисдикцию. Осталось вернуть 3. Разорвал либеральные в истории соглашения о разделе продукции. Национализировал 65% нефтяной промышленности и 95% газовой и многие другие отрасли. Поднял промышленность и сельское хозяйство России уже 5 лет подряд занимает 2-е и 3-е место по экспорту зерна, обогнав США, которые сейчас на 4-м месте. Увеличил средние зарплаты в бюджетной сфере в 18,5 раз за 12 лет, а средние пенсии в 14 раз. Ну и уж совсем мелочь. Путин, именно он снизил вымирание населения России с полтора миллиона человек до 21 тысячи. То есть в 71 раз. Кроме того, Пунин отменил Хасавюртовское соглашение, чем отстоял целостность России. Придал огласки НКО 5-й колонны, запретил депутатам иметь счета за границей. Отстоял Сирию, прекратил войну в Чечне. Погасил огромный внешний долг около 400 миллиардов долларов. Повел лучшую мировую историю, победную Олимпиаду, вернул Крым. Вот, значит, хотите верьте, хотите не верьте, но это факт, от этого никуда не денешься. Вранья сейчас всякого навалом. Конечно, и наши средства массовой информации врут. Но это же получается из-за чего? Из-за того, что народ необразованный. Да еще и наш господин Медведев, председатель правительства, говорит, что учителя-то и не нужны, оказывается, надо им идти в бизнес. А из бизнеса придут те, кому есть что сказать против нас. Вы должны сами понимать, что военные базы сами по себе не строятся. Кадетские корпуса вот эти, они сами по себе не открываются. Дороги сами по себе не строятся. На все это нужны деньги. Если народ будет об этом понимать, если будет придерживаться политики нашего правительства, государства, президента, вместе мы все сможем победить. Тогда и будет у нас волчья хватка. Понимаете, в чем дело? Тогда мы будем с рублями ездить по всему белому свету. А пока, извините, обсирают все, кому не лень. Где этот майл-то? Ладно, на этом ролик заканчиваю. До свидания. Смотрите. Интересуйтесь. Самое что интересное, как президент стал у нас более-менее вразумительный, стал делать что-то для страны, так и говно полилось на него со всех щелей. Как был алкаш, распродал всю страну, развалил всю армию. Все нормально. Никому такой президент не мешал. И денежки делали все хорошо, вывозили, вырвали. Ну ладно, до свидания. Заканчиваю на этом. Спасибо за внимание. Смотрите мои ролики. Интересуйтесь историей. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok